Добрый день, друзья! Здравствуйте! Приглашаю вас на очередное занятие по философии йоги. Сегодня мы будем разбирать снова нашу сущность. Сегодняшнее занятие будет называться «Являемся ли мы телом?» То есть называется «Являемся ли наше тело нами?» Ну и, как всегда, мы начнем занятие с практики медитации. Теперь снова вам насылаю мантры. Детри минуты попоем. «Гоуран гэнэ тайгур, Гоуран гэнэ тайгур». И вторая «Гопала Гуденгарама» на данный момент. «Гоуран гэнэ тайгур, Гоуран гэнэ тайгур». «Гоуран гэнэ тайгур, Гоуран гэнэ тайгур. Гоуран гэнэ тайгур». «Гоуран гэнэ тайгур, Гоуран гэнэ тайгур, Гоуран гэнэ тайгур. 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 Гоуран гэнэ тайгуран гэнэ Субтитры создавал DimaTorzok 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 И они стали частью других тел Насекомых, животных и так далее То есть это вот такой вот обмен Процесс метаболизма Обмен веществ Того тела больше нет, его больше не существует В древней стране Важно то, что вы можете проследить за этими изменениями. Вы можете взглянуть в фотоальбом с фотографиями. У вас есть фотоальбом, вы открываете, вы смотрите на ваши глаза, вы смотрите на те глаза, которые у вас были тогда, и вы можете проследить за теми изменениями, того тела больше нет. Те глаза, которые у вас сейчас, и те глаза, которые у вас были на фотографии, это совершенно другие глаза. Пропорции тела изменились, кожа поменялась. То есть, у ляда 7 лет, вашему телу 7 лет, вы бьете себя в грудь в 7-летнем возрасте и говорите, что это я. Через 7 лет, когда вашему телу уже 14 лет, вы осознаете эти изменения и говорите то же самое. Правильно? Мне 14 лет. И вы помните, что было 7 лет назад. Потом, через 7 лет, вы наблюдаете другой процесс. То есть, вашему телу 28 лет уже. 21 плюс 7, получается 28. То есть, вы говорите так же само, вы можете смело говорить, это я. То есть, еще через 7 лет, то есть, 28 плюс 7, 35. Вы так же само говорите, что это я. Правильно? То есть, но того тела больше нет. Мы как только что сказали. И вы помните те изменения. Если вы бы не помнили, то есть, если вы были этим телом, то вы бы не помнили тех изменений, которые происходили с вашим телом тогда. Правильно? То есть, если верить заключению ученого Карла Сейгана, который сказал, что я совокупность воды, кальция и органических молекул, которого зовут Карл. И, ну, то есть, если эти молекулы рассеялись за 7 лет, то значит, что вы бы не существовали, и вы бы не помнили, что было тогда. То есть, очень все просто. То есть, временем словами, ну, вы не тело. И есть люди, которые, ну, пытаются размышлять над этим, всевозможные вопросы задают, то есть, потому что, ну, куда же я деваюсь, да? Это сравнительно немного людей знают о заключении ученых, о том, что наше тело меняется каждые 7 лет. Одни говорят, 5, вот с 5 до 7, но 7 – это максимум. То есть, вашему телу не может быть старше, чем 7 лет. И вы наблюдаете за, наблюдали и наблюдаете за всеми этими изменениями. То есть, ну, вы помните. И один человек как-то спрашивал, спросил, и несколько раз еще тоже, вот, подобные вещи были сравнительно недавно. Ну, люди пытаются разобраться, да, как же это все происходит, где же память, откуда, что, тела нет, а я помню. То есть, и в итоге происходит так, что вопрос звучит так. Первый вопрос насчет этого может быть включен сюда. Это если я, может быть, с каждым разом, то есть, как бы, вот, появляется новая личность. То есть, каждые 7 лет появляется новая личность. К примеру, я не тот же самый, я не та же самая личность каждые этим 7 лет. Это немножко смешно выглядит, но люди пытаются так вот думать. То есть, получается, 7 лет тело поменялось, то есть, я, и новая личность в новом теле, другими словами. То есть, но, тогда почему же вы помните все эти изменения? Если вы были новой личностью, вы бы не помнили. И был такой вопрос, один человек спрашивал, может быть, существует такой постоянный банк памяти, и каждая новая личность заглядывает туда, а банк памяти постоянный, не знаю, может быть, в мозгу. И каждая новая личность заглядывает и видит, что те самые опыты были уже записаны в этом постоянном банке памяти, и она туда заглядывает, и получается, она, как бы, вспоминает. То есть, личность другая. Но давайте рассмотрим такую ситуацию. 50-летний мужчина в прошлом, лет, наверное, 25 назад, 30 лет назад, имел влечение к одной красивой девушке. У него была такая страстная любовь к этой личности. И в результате, ну, со временем, ну, получилось так, что она его оставила, бросила, и он с ней уж как-то отошел, перестал общаться. И через 30 лет он ее видит, она его видит, он ее видит. Если бы он был бы другой бы личностью, другими словами, то он бы не помнил бы ее. Банк памяти постоянный, к примеру, как есть такой вопрос, да, он смотрит в постоянный банк памяти, но он другая личность, он бы ее бы не узнал. Но поскольку он ее узнает, это значит, что он тогда был. То есть, он был 14 лет назад, он был 7 лет назад, он был 50 лет назад, он был 20 лет назад. То есть, если ему 50 лет, он был все это время. Он та же самая личность. Это несложно понять. Я существовал 7 лет назад, 14 лет назад, 21 год назад, 28 лет назад. Если человек, я вижу что-то, что напоминает мне о событии 28 или 30 летней давности, либо с 7-летней давности, это означает, что я там был. Это означает, что я существую. Я существовал тогда. Правильно? То есть, говорить о том, что постоянный банк памяти есть, говорить о том, что в то же самое время, что личность заглядывает каждый раз в новый, в постоянный банк памяти, и это каждый раз новая личность, неверно. Потому что я бы не помнил те изменения, которые были со мной тогда. Вернее, если банк постоянный, предположим, я бы помнил. Но я бы не вспомнил ту же самую личность, с которой я имел 25 лет назад. Отношения. Она бы для меня была бы новая. Если бы эта личность была новая, если я, вернее, был бы новый, то я бы не помнил бы взаимоотношения с той личностью. Понимаете? То есть, та личность была бы для меня, эта девушка, новая. Другими словами, я существую, и я сменяю тела. С детского на юношеское. С юношеского на тело зрелого возраста. И так далее. То есть, каждые 7 лет, это такой цикл идет. Мы сменяем полностью с головы до ног. Нет ни одного атома, который остался бы в вашем теле, задержался бы в вашем теле дольше этого периода времени. От 5 до 7 максимум. Это удивительно. Это поразительно. Просто попробуйте в это вникнуть. И говорить о том, что я совокупность воды, кальция и органических молекул, кислорода, минералы, все эти, водорода, это неверно. Потому что я бы не существовал бы уже больше, если бы это было так. Правильно? Очень все просто, очень все понятно. То есть, и йоги это понимают. Но вот сейчас вот тоже, вот эти вот опыты, они подвергают ученых в шок. То есть, учили, учили, а теперь все, все получается, что ах. То есть, понимаете, вся наука наша, она подразумевает единственность материи. Подразумевала, по крайней мере. Сейчас тоже, кстати, подразумевала. Что материя это единственная энергия, которая есть. Ну, видите, материя-то исчезает. Вот эти вот атомы, молекулы, которые сейчас составляют ваше тело, они были частью других тел. То есть, составляли других тел раньше, части. То есть, насекомых, животных и так далее. И теперь этот обмен идет. Вот это обмен. Это процесс метаболизма. Вы что-то кушаете. На какое-то время это становится частью вашего тела. Те микроэлементы. Потом это все выходит. То есть, вы это понимаете. Ученые это уже знают. Но кто же, тот, кто наблюдает за этими всеми изменениями в процессе? То есть, это очень такой важный-важный момент. И Дэвид Юм, это известный шотландский философ-эмпирик. Он родился в 1773. Где-то вот в этом промежутке времени. И он утверждал, что каждую ночь я заново, то есть, я перестаю существовать. Он так сказал, что ночью я перестаю существовать. То есть, получается, что с каждым новым подъемом я, то есть, другой уже. Это другая уже личность. Это глупость. Как ты можешь прекращать свое существование во время сна? Во время сна тело отдыхает. То есть, это как ключи в машине. То есть, ты вынимаешь и отдыхаешь. То есть, внутренние органы, Бог так устроил, что они отдыхают в этот момент. То есть, от работы. Целый день тело работало, и оно отдыхает во время сна. Но он заключает, ученые, или он, вот Дэвид Юм так заключил, поскольку он даже может не осознавать своего существования. То есть, если человек не осознает свое существование во время сна, и не помнит то, что он делал в течение дня, это значит, что меня нет. Или новая личность может каким-то образом заходить в это тело. Нет, это та же самая личность. Вы тот же самый. То есть, вы просто на время отключаетесь от ваших органов чувств. И все. Но вы по-прежнему существуете. То есть, если верить в том, что каждая личность новая, после того, как она засыпает, а утром просыпается на утро и видит все, он, так далее. Во-первых, она бы видела все эти изменения как новые, если новая личность появилась. А во-вторых, это привело бы к масштабным разрушениям. Я имею в виду разрушениям нашего понимания жизни всего в целом. Ну, допустим, к примеру, представьте ситуацию, что человек там ограбил банк, либо взял, ну, ограбил там какой-то компьютерный клуб, то есть магазин компьютерных товаров. Заснул, ну, пришел домой, покушал, лег спать. И завтра, на следующий день, его арестуют полиция. А шли, поймали, там, увидели. За что, да? Ну, это же новая личность. Зачем его подвергать ответственности за это дело, если это новая личность? Или другой пример, там, нацистский офицер во время Второй мировой войны убил, там, зверски казнил людей. Проходит время, там, 50 лет, там, сколько, 40 лет. И потом его арестовывают. Ну, то есть, как бы, если это новая личность, и она уже много раз изменилась за это время. Зачем его, брат, заяц? Нет. То есть, мы понимаем, что это та же самая личность. Просто эта личность сменяла тела. Правильно? То есть, у него было детское тело. То есть, он осознает это. Мы осознаем свои изменения. Иногда мы так расстраиваемся, да. Ой, я... Человек может думать, ну, я некрасивая, да. Я толстая и некрасивая. Или я красивая девушка. Небо я сильный парень. То есть, это все различные ярлыки. Отождествляя себя с телом, мы думаем, как о ярлыках. Мы думаем. Так, но неверно так говорить. Правильным образом было сказать, что я личность. Если мое тело старое, то я личность в старом теле. Или вы смотрите на женщину в старом теле, то надо сказать, ну, это женщина в старом теле. Вы смотрите на мужчину в молодом теле или в детском теле. Вы говорите, я ребенок, да. Ой, он ребенок. Можно говорить, он личность в детском теле. Но мы так говорим попроще. Старая женщина или старик, либо молодая женщина. Ну, было бы трудно все время говорить, там, личность в женском теле, личность в старом теле, личность в молодом теле, личность в белом теле, личность в черном теле, личность в русском теле, в американском теле. личность в еврейском теле то есть для простоты мы говорим старый человек молодой человек, русский украинец но иногда так хорошо назвать правильно потому что чтобы не загрязнуть так в глубину я иногда вам говорю я говорю личность в старом теле личность в молодом теле для чего? чтобы помочь вам выйти из этой иллюзии было бы глупо говорить о том, что неправильно, вернее, с моей стороны говорить по-другому то есть наоборот цель это освободить от этой иллюзии личность получается, что я бы своими словами вас бы больше погрязывал ложное телесное отражение поэтому иногда хорошо сказать личность в старом теле, личность в молодом теле то есть итог такой что мы не являемся телом что вот эти все ярлыки, которые мы временно носим они не принадлежат нам они принадлежат этой машине этому инструменту но мы не этот инструмент то есть мы не являемся этим инструментом то есть очень просто хорошо, есть ли какие-то у вас вопросы на эту тему в дальнейшем будем еще глубже разбираться эти вопросы и если нет вопросов тогда или подумайте сейчас мы попоем мантры снова та же самая мантра Гоуранга Нитайгор Гупала Багендарама Мадана Макман Гупала Багендарама Гупала Багендарама Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok